Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня тема нашего урока. Это два вида вопросов в немецком языке с вопросительным словом и без, а также тема die Familie. Мы рассмотрим тему семья и глагол haben. Это второй глагол после sein, вспомогательный глагол haben, переводится как иметь. А следующий шаг это умение задать вопрос с глаголом быть. И здесь есть два вида вопросов. Первый вид вопросов с вопросительным словом. И второй вид вопросов без вопросительного слова. Первый вид вопросов с вопросительными словами, такими как, например, wer или вас, кто или что. wer вас, кто, что. wer ist das? И смотрим сразу в примере. Кто это? wer ist das? Дословно переводим. Напомню вам, кто есть это. Глагол ist, это есть. В третьем лице. Она, он или оно. wer ist das? Кто это? Если мы спрашиваем к одушевленному лицу, например, к человеку. И второй вопрос. was ist das? Что это? Если мы спрашиваем о какой-то вещи. was ist das? Что это? Повторите вслух два этих важных вопроса. wer ist das? Кто это? was ist das? Что это? И второй вид вопроса, когда вопросительного слова нет. И в данном случае глагол стоит в начале предложения. То есть вместо вопросительного слова на первое место мы передвигаем глагол. Например, bist du mila? ты mila? Дословно будет звучать так. Есть ты мила? bist du mila? Или такой пример. ist sie zu Hause? Она дома? ist sie zu Hause? Есть она дома? Выражение zu Hause sein – это устойчивое выражение, означающее быть дома. zu Hause sein. Но, как вы заметили, также используется глагол sein в таких устойчивых выражениях. Давайте попробуем сейчас перевести на немецкий язык для повторения. Я дома, вы дома, мы дома. И проверьте себя, так ли у вас получилось. Ich bin zu Hause. Я дома. Я есть дома. Ich bin zu Hause. Ihr seid zu Hause. Вы дома – множественное число. Ihr seid. Zu Hause. Wir sind zu Hause. Мы дома. Мы есть дома. Wir sind zu Hause. Помните о том, что все существительные в немецком языке пишутся с большой буквы. В данном случае Haus – это существительное. Слово дом. Das Haus. Обращаю внимание, это средний род в немецком языке. Дом означает оно. Das Haus. Я всегда рекомендую вам новые слова, так сказать, насаживать на предыдущие, да, и пробовать перевести с теми словами, с которыми вы уже имели дело, и добавлять новые слова. Например, дом высокий. Das Haus ist hoch. Ну, а сейчас попробуем. Ну, а сейчас попробуем задать вопрос с выражением zu Hause sein. Здесь важно сказать о том, как строятся вопросы в немецком языке. Если мы хотим спросить, например, ты дома, нам нужно поставить глагол на первое место. Дословно, есть ты дома? И давайте разберем второй вариант вопросов, когда есть вопросительное слово. И дополнительные вопросительные слова я вам дам. Во, например, где. Где ты? Я дома. Попробуем перевести эту маленькую, маленький диалог, маленькую ситуацию. Во бист ту? Эйх бэйн цу хаузе. Смотрим первый вид вопроса, когда стоит на первом месте вопросительное слово, после него идет глагол. Во бист ту? Где есть ты? Эйх бэйн цу хаузе. Я есть дома. И сейчас повторите самостоятельно. Во бист ту? Эйх бэйн цу хаузе. Супер, друзья, надеюсь, у вас все получилось и вы поняли, как использовать глагол быть в немецком языке. А мы идем к следующей части нашего урока и разберем с вами лексическую тему die, фамилия, семья. Первое наше слово, die, фамилия, семья. Meine, фамилия, моя семья. Повторяйте вслух. Die, фамилия, meine, фамилия. И сразу строим предложение с этими словами. Это моя семья. Das ist meine, фамилия. Das ist meine, фамилия. И сейчас мы используем спряжение глагола sein, которое вам уже известно, и составим несколько предложений. Например, моя семья большая. Meine, фамилия, ist groß. Groß, мы с вами уже знаем, это большой или большая. Повторим все предложение. Meine, фамилия, ist groß. Моя семья маленькая. Meine, фамилия, ist klein. Klein. Маленький или маленькая. Meine, фамилия, ist klein. И выучим с вами еще несколько слов на тему семья. Das Kind, ребенок. Die Kinder, дети. Das Kind, die Kinder. Die Tochter, Deutsch. Die Tochter. Der Sohn, сын. Der Sohn. Die Mutter, Mama или Mать. Die Mutter. Der Vater, Otec или Papa. Der Vater. Die Eltern, родители. Die Eltern. Die Großmutter, бабушка. Дословно, большая мама. Die Großmutter. Der Großvater. Соответственно, дедушка, это большой папа. Der Großvater. Der Bruder, брат. Der Bruder. Die Schwester, сестра. Die Schwester. И сегодня мы с вами познакомимся еще с глаголом Haben. Второй важный глагол в немецком языке после глагола Быть. Haben означает иметь. Посмотрим, как спрягается этот глагол по лицам. Ich habe, я имею. В русском мы говорим у меня есть. Например, у меня есть семья. Мы сразу запоминаем новые слова в предложении. Моя вам рекомендация не заучивать дословно или не заучивать отдельно слова, а сразу использовать предложение. Ich habe die Familie. У меня есть семья. Du hast. Вторая форма. Ты имеешь. У тебя есть. Du hast. Du hast das Kind. Например, у тебя есть ребенок. Du hast das Kind. Третье лицо, единственное число. Er, sie, es hat. Он, она, оно имеет. Er, sie, es, hat. Например, er hat die Tochter. У него есть дочь. Он имеет дочь. Er hat die Tochter. Идем к множественному числу. Wir haben, мы имеем. Wir haben die Kinder. Например, у нас есть дети. Мы имеем детей. Wir haben die Kinder. Ihr habt, вы имеете. У вас есть. И здесь нам понадобится такое слово, как die Katze, например, кошка. Ihr habt die Katze. У вас есть кошка. Вы имеете кошку. И последняя форма. Sie, sie haben. Напомню, что два местоимения sie, но означают разное. Первая sie с маленькой буквы это они. Например, они имеют дом. Sie haben das Haus. У них есть дом. Sie haben das Haus. И второе местоимение sie, когда мы пишем с большой буквы, это к одному человеку на вы. У вас есть дом. Или вы имеете дом. Вежливая форма. Sie haben das Haus. И несколько вопросов с глаголом haben мы также с вами разберем. Это вопросы, которые начинаются с глагола. Значит, здесь нет вопросительного слова. Например, hast du die Schwester? Имеешь ли ты сестру? Есть ли у тебя сестра? Hast du die Schwester? Да, я имею сестру. Или А может быть, у вас есть брат? Тогда вам понадобится такая фраза. Я имею брат. У меня есть брат. Я имею брата. Для мужского рода, сразу скажу, der Artikel меняется на den. После глагола haben, иметь, мы задаем вопрос, кого или что. Давайте потренируемся сейчас и попробуем перевести. И проверьте, так ли у вас получилось. У вас есть кошка? Habt ihr die Katsche? Habt ihr die Katsche? Интонация в вопросах идет вверх, немножко восходящая. Habt ihr die Katsche? Что у тебя есть? Was hast du? Was hast du? Что имеешь ты? У нее есть сын? У нее есть сын. Если это утверждение, уже не вопрос. Sie hat den Sohn. Она имеет сына. Sie hat den Sohn. У него есть дом. Он имеет дом. Er hat das Haus. Ну что же, я надеюсь, вам эта тема с глаголом haben стала более понятной. Пожалуйста, сделайте упражнение к этому уроку. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы, напишите их обязательно, и мы разберем. Продолжение следует...